Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы будем устанавливать эту душевую систему. Стоимость этой душевой системы где-то около 1000 евро. Вот так вот она выглядит. Поворот на верхняя лейка с регулировкой. Тут струи меняются от узкого потока до максимального здесь крутилочка. Лейки и излив на ванну идет, чтобы наполнить ванну, там что-то такое сделать, тоже детей покупать. Имеет встроенный термостат, три ручки регулировки. Одна на ванну и две на лейки. Какие инструменты нам для этого понадобятся? Рулетка и карандаш для разметки, набор шестигранников, отвертка для регулировки, разные ключи для затяжки, сверло по кафелю, уровень, молоток, перфоратор, защита органов слуха, шуруповерт, а также инструкция, в которой все указано, полностью все шаги. Если ее соблюдать, монтаж не вызовет никаких трудностей. Для уплотнения резьбовых соединений мы использовали лен и уплотнительную пасту унипак. Для монтажа и смазки прокладок мы использовали вот эту смазку, которая входила в комплект. Давайте откроем, посмотрим, что внутри. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Первым делом устанавливаем эксцентрики. Они должны быть по уровню. Далее между центрами должно быть строго 150 миллиметров и они от стены должны быть в допуске, а подать в размеры 37-42 миллиметра. Это обязательно. После этого мы размечаем отверстие для крепления монтажной планки. Далее сверлим наше отверстие, устанавливаем туда дюбеля, устанавливаем монтажную планку и накручиваем сюда гайки. Очень важно соблюсти соосность с изливым ванным. Если он куда-то уедет в сторону, это будет некрасиво, поэтому ставим размер и стараемся, чтобы центр был максимально близко к этому размеру. Далее смотрим, чтобы у нас все было по уровню. То есть вращая эксцентрик, эксцентрики мы подгоняем, подгоняем нашу конструкцию, чтобы она была в уровне. Снимаем монтажную планку. И карандашом делаем такие вот риски, чтобы заполнить наше положение эксцентриков. Чтобы установить наши эксцентрики, мы будем использовать лен. Вот обычный лен. Выдираем вот такую прядку. И начинаем наматывать. Наматывать начинаем при резьбе, как закручивать. С переклёстом. Потом подхватываем эту прядку. И уже вместе доматываем. В качестве уплотнения используем вот такую пасту. Унипак. Она предотвращает гниение нашего льна и облегчает сборку соединения. Произведем монтаж. Тут я уже запаковал ту резьбу. Теперь оставайся эту. Вот нам поможет наш замечательный ключик. От фирмы Книпекс. В котором можно работать как трещоткой. То есть без проблем. Видите? Не надо переставлять. Просто берете и крутите. Оставать немного. Так можно проверить. Полёс-клэп Книпекс. Сạo-клэп Книпекс. очень плотно подогнаны детали, после установки они фактически прудом туда заходят мы добились чего хотели, теперь можно разметить места крепления монтажной планки, крепиться к стене чтобы снять нагрузку с труб и потом таким образом устанавливается, зажимается теперь можно просверлить наше отверстие вставляем дефиле и оба как и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Возможно скопился в трубопроводе при моем этаже, или какая-то там пыль образовалась. Чтобы это все сейчас у нас собралось ведерочко, иначе это все забьет смеситель. Поэтому обязательно, как рекомендует, производитель надо промыть водопровод. Пускаем в воду. Горячий и холодный. Достаточно. Теперь нам надо снять декоративную крышку со смесителя. Она сидит довольно плотно, поэтому надо приложить определенное усилие. Или снять ее. То есть она там получается как на салазках, так и ездит в пазах на рельсах. А может держать ее, закусить вот в этом месте, где стоит фиксатор. Так, тут никакой защелки нету. Никакой защелки нету, просто может быть какой-то дефект покрытия, и в этом месте можно закусить. Поэтому ничего не боимся, снимаем. Все, вот так она снимается. Теперь будем устанавливать сам вот этот блок. Для того, чтобы нам его установить, надо обязательно смазать вот эти места. Только там, на планке открутить крепежи и поставить его. С помощью шестикранного ключа откручиваем. У нас они открутились целиком. Надо будет разобрать. Держим ключиком и снимаем их. Потому что они должны стоять на нем. Забрали, ставим их обратно. Одну и вторую. Подтягиваем ключом. Все, затянули. Перед установкой надо обязательно смазать вот эти прокладки. Специальная смазка, которая идет в комплекте. Вот так она выглядит. И наносим нашу смазку. Теперь можно установить сам смеситель. Теперь с помощью шестигранного ключа надо закрутить вот эти винты. Они находятся вон там. Закрутили, можно затягивать. Следующим шагом надо установить на место вот эти втулки. Они располагаются где-то там. Одну и вторую. Вторая где-то здесь. Перед тем, как надеть крышку, надо выставить наши крутилки в определенное положение, чтобы они смотрели вот это и получаем. Выступом строго вверх. Так, все, мы выставили. Теперь устанавливаем излив. Сначала туда вставляем прокладку. И крепим его. Вот излив установлен. Теперь надо закрутить крепежную вот эту штучку с помощью шестигранника. Шестигранник мы используем 10 миллиметровый. И закручиваем. После того, как прикрутили носик, надо установить где-то обратный клапан. Стрелочкой вниз. Все готово. Перед тем, как установить душевую стойку, надо вот это место тоже смазать. Теперь, используя уровень, находим и размечаем отверстие для крепления стойки. Перед тем, как сверлить, надо обезопасить наш смеситель от попадания внутрь всякой грязи. Поэтому мы будем положить здесь полотенце. И еще там, где будем сверлить, приклеили под наскотч такой пакетик. И весь шлам из отверстия будет падать в него. Но если что-то упадет, полотенце его спасет. Вот мы установили душевую стойку. Так вот сейчас выглядит. Там все. Согласно инструкции собрали в этот узел. Теперь будем крепить лейки. И устанавливать температуру термостата. Все установили. Все готово. Теперь только надо настроить эту всю систему, чтобы она корректно работала. Так. Стойку начинаем с регулировки глубины нажатия клавиши. В отсутствии сказано, чтобы кнопка в нажатом положении не должна выходить за пределы вот этой вот штуки, регулировки. И с помощью отверточки мы добиваемся этого положения. Все. Сделано. Теперь можно установить таблички маркировки. Слева получается у нас управление лейки. Посередине у нас идет излив на ванну. Немножко поднастроено торчит зелененькое. И справа у нас идет тропический душ. Какая красота. Теперь поговорим о регулировке термостата. Вот так он выглядит. Для того, чтобы его разобрать, снимаем декоративный элемент. И откручиваем головку управления термостатом. С помощью термометра добиваемся нужной нам температуры. Вот. Мы настроили 38 градусов. Теперь можно собирать наш термостат обратно. Вот. Путем измерения температуры мы нашли положение термостата. И теперь устанавливаем ручку управления. Все. И фиксируем сюда винтом. Как это теперь будет работать? Все. Она теперь дальше этого положения, которое мы от регулировали, она туда не дойдет. То есть холоднее можно сделать, горячее сделать нельзя. Все. Температура установлена. Но если вам вдруг надо горячее, мы нажимаем вот эту кнопку и проворачиваем туда дальше. Но это уже очень горячая вода пойдет. Все. Чем удобна такая система? В доме, где есть маленькие дети, не надо настраивать и бояться их отпускать от них в ванну. Потому что многие дети боятся вот этих смесителей, которые могут их обжечь или обдать холодной водой. Тут же все настроено. Температура вода комфортная для купания. Просто нажав одну кнопку, в зависимости от того, как хочет ребенок мыться, то ли ванну набрать, то ли под душем, то ли под тропический душ, он хочет постоять. То есть никаких проблем он не обожгется никогда. Здесь устанавливается температура, здесь устанавливается напор. И кнопкой мы управляем. Включаем, выключаем наш смеситель. Теперь вот в таком положении, дальше она не провернется, чем 38 градусов. Вот туда можно холоднее сделать воду, а горячее 38 градусов уже не сделать. Надо нажать на кнопку. Нажав на кнопку, можно регулировать температуру воды, вплоть до полного перекрытия холодной воды. Будет чисто кипяток литься. Вот. Если вам нежелательно, чтобы лился кипяток, есть такой вот ограничитель. Он идет в комплекте, устанавливается в ручку термостата. И получается, мы максимально можем воду получить 42 градуса. То есть она вот где-то вот до сюда вот доходит и останавливается. Все. В данном положении без этой штуки мы можем практически кипяток вот добавлять. С этой же штукой вот буквально вот она на столько входит. Она устанавливается в специальные пазы, которые находятся в ручке управления термостатом. Вот сюда в пальчики вставляется. И все. И не дает провернуться этой конструкции. Вот эти кнопки снабжены тоже регулировкой. Это регулировка напора воды. То есть меньше-больше. Для каждого свое положение. Можно запомнить. То есть для ванны максимальная, леечка чуть поменьше. Это тоже можно где-то среднее тоже поставить. Все. У нас настроена температура, настроен напор воды. И теперь буквально одной кнопкой мы включаем и выключаем воду. так же и мы можем включить тропический душ. Так надо убежать. О, побежала вода. Вот. Встали под душ. Отрегулировали температуру, отрегулировали напор воды. Все. Закончили мыться, нажали кнопку. На следующий день пришли. Опять нажимаем кнопку и у вас пойдет вода точно такой же температуры, точно такого же напора. Очень комфортно. Понравилась вам водичка? Взяли, настроили, запомнили вот эти положения. Оставили, допустим, температура такая, напор вот такой. Все. Оно запомнило. И только вот одной кнопочкой включаешь и выключаешь ту водичку, которой вам нравится мыться. Взял можно. Взял. Оно дет on哪tit второй. здесь у нас сверху установлена большая лейка которая имеет тоже регулировки во-первых она может поворачиваться то есть вот так ходить туда-сюда то есть идут допустим где-то установка не ванная в душевой кабине может она вот так вот делать и еще она поворачивается вот так вот можно напор то есть вот сюда его пустить вот сюда пустить куда угодно струю и снабжена еще переключателем потока получается струя вот ведет по этому кругу потом переключая она увеличивает свой радиус и получается вот такой вот целиком поток давайте включим проверим вот так вот это выглядит что мне нравится что тут никаких брызг нету он я стою точно все льет ничего не разбрызгивает ни на стенки не попадает ни на меня с камерой все четко можно попереключать положение посмотреть вот это такое положение такое положение она прямо бьет уже сильно ну и все получается обратно пошла она снабжена вот такой вот тоже лейкой тоже включается с кнопки вот так она выглядит давайте достанем на довольно мягком шланге удобно очень пользоваться она снабжена тоже перевод регулировкой там такой стоит рычаг включая который можно менять нашу струю пожалуйста такая струя она идет пульсирующая и выполняет функцию массажера видите какой эффект то есть где-то что-то спинку помассировать ноги руки вот такая вот струя вот умеют делать да люди обычная струя и вот это прямо мне понравилось прямо такая пульсация есть как спираль такая идет чувствуется вибрация идет на ручку да прямо вообще так идет приятно вот умеют да делаем и фантастика это фантастика ребята такого я еще не видел никогда вот одни плюсы у этой системы единственный минус ее цена 1000 евро но она того стоит конечно такая система снабжена разными фильтрами обратными клапанами то есть тут все так продумано все четко это можно использовать как полочку для каких какой-то шампунь поставить еще что-то вот особенно актуально в душевых здесь у нас мы поставили ее в ванной то есть тут получается она не к чему тут будет свои полки как бы да но тем не менее если где-то она ставится отдельно и там у нас идет поддон то эту душевую систему можно использовать как полочку то есть там пришли там пост положили сюда мы это смыло поставили поставили гель для душа шампунь там какой-то бальзам помылись собрали все с собой унесли то есть не надо дополнительные полки крепить она уже содержит свою так сказать полочку это где-то в общественных местах баня в банях в саунах и либо у себя дома у кого квартира позволяет сделать чтобы слив был прямо в пол без ванной той же удобно пришли допустим поставили помылись забрали с собой ушли очень удобно вот такой вот быть он был у нас обзор на эту душевую систему от фирмы грой спасибо за внимание до до свидания